Друзья, с вами Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты, компания АЛЯМ. Значит, сегодня очень интересное видео, очень важное, и многим оно не сказано поможет в дальнейшем такой жизни. Итак, о чем идет речь? До недавнего времени я ломал голову, как же узнать, есть ли у вас ограничения на выезд за границу. То есть, как мы все знаем, не факт, что если у вас есть судебное решение, и даже дело у судебного пристава, и вот вы заходите на сайт ФССП и видите, что у вас задолженность больше 10 тысяч, не факт, что вам такое вот ограничение наложат. Более того, судебные приставы игнорируют свои обязанности, то есть они обязаны уведомлять по факту наложения такого ограничения. Судебный пристав обязан уведомить должника о том, что вот его права таким вот образом, ну уже сейчас не ущемлены, а ограничены. Если он этого не делает, то после всего, ну если человек, допустим, столкнется, ну грубо говоря, пойдет за границу, приобретет билет, забронирует гостиницу, его не выпустят, перед фактом поставят, а он был не уведомлен, то человек совершенно спокойно может подать в суд на пристава и запросто отсудить значительные суммы у ФССП. Как это делать, это отдельная история, но в нашем с вами случае для многих важно знать, есть ли ограничение, когда оно наложено, либо его нет. То есть действительно в 50% случаев его просто нет, даже при наличии исполнительного производства у судебного пристава. Вам пример я всегда ставлю себя. Все вы знаете мою историю, те, кто не знает, посмотрите обращение, плейлист обращения на нашем канале, да, если вы будете ролики смотреть, так или иначе где-то наткнетесь, что... Ну в двух словах, я так же, как и вы, в свое время не знал, как бороться с этим банковским беспределом, так как занимался совершенно другим направлением юриспруденции, то есть таможенным правом во Владивостоке живя, мы занимались оформлением таможенных грузов, грузов и, соответственно, всеми вот этими вот тоже перипетиями в таможне. Ну это опять же еще более неинтересно, как все остальное. Итак, у меня тоже были долги, вот видите, вот они хорошие. Это судебная задолженность, у меня есть исполнительная производство, болтается уже почти два года, ну и никак мне жить не мешает, как многие, может быть, подумают, да, вот такая сумма, почти полтора миллиона рублей. Я, многие из вас, кто меня хорошо знает, кто давно на моем канале, знают, что я регулярно отдыхаю, когда выбираю время, так же я очень часто езжу. Ну, у меня не только этот бизнес есть, еще какие-то направления, то старое, что называется, памяти, поэтому я вынужден бывать за границей, очень часто это делаю. Всегда, приходя, как говорят, на пункт пропуска в аэропорт, я нервничал, хотя были там устные договоренности и с приставами, и все остальное. Приставы, кстати говоря, очень часто меняются, если с одним вы договоритесь, то другой может себя повести совершенно обособленно. Ну, так или иначе, было небольшое волнение, но все-таки было бы проще, если бы я знал. Как я не копал, как я не пытался где-то узнать. Ну, вот единственный был такой, скажем так, очень спорный пример, это когда вот сам сайт наших погранслужб, там заказываешь, и тебе там аж только в течение 30 дней присылают. А за эти 30 дней может все что угодно случиться, и ты запрос делаешь, допустим, 10 числа, тебе 20 числа следующего месяца приходит этот ответ, как вариант, да, а у тебя в этом промежутке уже ограничения, допустим, прилепили. И ты вроде как едешь, на границу приходишь, а там тебе говорят до свидания, разворот, там кругом. Вот. А как же узнать вот одномоментно, то есть в течение, ну, грубо говоря, 15 минут, как узнать, есть ли ограничения? Можно. Не знаю, как давно это существует, но я наткнулся на это буквально вчера. Итак, для начала сразу скажу, вам необходимо зарегистрироваться на портале госуслуги. Как это сделать, я не буду рассказывать, это на самом деле здесь интуитивно понятно, не очень просто. Ну, в каком смысле, не очень просто. Снилс потребует, там, паспорт нужно. Ну, одним словом, скажем так, не сложнее, чем что-то там такое среднестатистическое в интернете. В общем, вы зарегистрировались на портале госуслуг и видите, вот у вас судебная задолженность. Это на главной странице. То есть заходите вот на главную страницу, в личный кабинет, вы видите, вот у меня есть судебная задолженность. Сразу вы можете посмотреть, где что, кто ее ведет. Вот видите, да, ситуация вот таким вот образом выглядит. Даже можете оплатить, если гробности, когда это все произошло, какой суд, номер исполнительного производства и все остальное. Вот. Дальше, что вам необходимо сделать? Значит, мы возвращаемся. Вот, внимание, не на главную страницу, а на вкладочку «Услуги». Мы возвращаемся с вами. И вот здесь вот в поисковике пишите, ну, такую условную фразу, ну, допустим, ход исполнительного, можно даже производства не писать. Нажимаете «Поиск». Сайтик подгружает. И вот здесь выбираете «Предоставление информации о ходе исполнительного производства из банка данных». Нажимаем. Читаем вот это все. Здесь, кстати говоря, написано «Срок оказания услуг 17 рабочих дней». Не знаю, зачем это написали. Обычно результат... Ну, у меня сразу не пришел. Сразу, ну, честно скажу, первый раз, когда я тестировал, сразу не пришел. Ну, у них тут еще была такая вот... Здесь вот желтеньким было написано, вот где вот я сейчас бегунком вожу. Да, здесь вот это было написано, что какие-то технические работы. Сайт может работать некорректно. Вот. Ну, мне сразу не пришел. Я подумал 17 рабочих дней ждать. Вот. После я показывал там товарищу своему тоже. И всю эту процедуру повторил. Вот здесь вот это все прочитал, да. Раз. Потом нажал «Получить услугу». Да. Все. Мне выходит информация. Вот. Кабинетик вот подгружается в моем личном кабинете. Вот, видите, ждем мы немножечко. После чего... Точнее, перед этим я вам рекомендую записать на бумажку или скопировать куда-нибудь, может быть, на какой-нибудь вердовский документ или куда-то еще. Номер дела. Здесь вот исполнительная производство. И здесь вам нужно ввести номер дела. Вы его вводите и... Ну, давайте попробуем, не знаю, он мне может выбросить. Так. Ну, хорошо, откроем в новой вкладке. Вот. Ну, номер дела, да. Вот сейчас мы с вами... Вот у нас судебная задолженность. Вот он, номер дела. Вместе с ИП его вот так вот копируете. И сюда вставляете. Раз. Здесь ставите заявление, подается лично. Ну, понятно, что вы здесь меточку должник обозначаете. Здесь сверяете все свои данные, адрес. Ну, и пишите «Подать заявление». Вот. Не изменять адрес. Все. Вот, смотрите. Заявление зарегистрировано. Заявление успешно. Прошу провести проверку. Находится очередь передачи подразделения исполнения. Вот. А здесь все, что вам нужно, это следить. Да. Вот заявление зарегистрировано. То есть течение, да. Вот. Ну, короче, подали документы, да. И вот здесь вы следите за ситуацией. Ну, лично у меня ответ... Ну, не ответ, точнее. Пришло все очень быстро. В течение 15 минут. Можешь сегодня... Вот видите, что-то там они... История рассмотрения. Ага. Вот. Открыли. Смотрите. Все. Вот оно уже есть. Понимаете? Вот я нажал. Все. История рассмотрения. Хоть и написано заявление в очереди на отправку. Не знаю. Оно у нее... Вот оно готово уже. Вот они файлики. Ну... А! Все. Вижу. Они еще в таком, знаете... Не в полноценном формате. То есть этот, если мы откроем... Мы видим, да. Он как бы... Корректный тут все. Ну, это данный. А этот еще вот... Какая-то билиберда, да. Какое-то время пройдет, он станет нормальным. И вы сможете его на почту себе отправить, либо открыть. И вот, что вы увидите. Вот видите, сейчас у меня на почту пришло заявление. Обновлен статус вашего заявления. Госуслуги. Заявление ФССП сформировано. И... Значит, посмотреть заявление. Ну, вы ждете просто-напросто. После чего вам... Сейчас я уже просто себе на почту переправил. Хочу вам показать, в каком формате ответ приходит. Вот. Видите? Вот они. Этот ответ. Два файлика. Вот один и вот второй. Вы их просто скачиваете, да. И вот видите. Открываете его. Смотрите, да. О, как все развернуто. Конечно. Ну, при желании вы все это смотрите. То есть, все, что происходило. Читаете, читаете, читаете. Ну, запросы они там всякие пишут, смотрят. И... И вот смотрите, вот она. Вот судебный пристав. Постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Вот число. То есть, она пишет, что... Какого числа это было наложено, да. Восьмого, ноль шестого... Восьмой месяц... Шестой... А, стоп. Шестой. Ну, короче говоря, разберетесь. А, вот. В седьмом месяце шестнадцатого года. Это уже другое просто здесь, да. Вот. Вот оно здесь. Видите? Ну, оно в таком формате. Ну, разберетесь. Не сложно. Постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Тут какой-то номер. И число. Шестнадцатого июля. Шестнадцатого июля. Вот такая вот ситуация. Здесь вы это все видите. И вам, естественно, уже, как говорится, легче живется. Если этого нет, то, соответственно, нет. Вот. Таким образом, любой из вас может посмотреть. Ну, самое сложное во всем этом, правда, что зарегистрироваться на портале. Ну, это несложно, поверьте. Не надо пугаться. Ну, и как по скриптуму, я хочу добавить, что не критично. Как вы видели, седьмого, седьмом месяце, восьмого числа, да, это было постановление. Оно появилось на свет, да. Я в то время был у друзей в Таиланде. А двадцать шестого июля мы с семьей поехали на автомобиле по Европе. Решили прокатиться. Вот. Тоже, значит, такое путешествие задумали. Очень интересно. И на границе с Литвой. Переход Убылинка. Меня развернули. Я был очень удивлен, потому что перед этим я буквально в Таиланд летал нормально. Ну, вот в промежутке в небольшом я не знал, где смотреть к тому времени. Я не отчаялся. Я развернулся. И куда вы думали, я поехал? Я поехал. Там оставалось еще пару сотен километров. Мы поехали в Белоруссию. Да, кто-то из вас скажет, да, это все неправда. Белоруссия тоже не выпускает. Единый таможенный союз. У них договоренность. Знаете, что, друзья мои, я тоже раньше так же думал. Но, будучи в Таиланде, еще в июне, я встретил там москвича парня. Познакомились. У него, он там, у него, короче говоря, тоже куча долгов. И он каждый год летает в Таиланд через Белоруссию. Он мне так рассказал. Я ему тот же вопрос задал. Слушай, да в интернете полно информации. Он говорит, да, я сам удивляюсь. В интернете полно. То есть, если вы забьете в интернете, типа, как выехать за границу, если у вас ограничения, ну, по сути, никак будет. Потому что через Украину, ясно дело, не поедете. Опасно сейчас. А все старые, как говорится, лазейки, такие как Казахстан, Белоруссия и тому подобное. Там через Калининград еще народ как-то умудряется выскочить. Ну, все это перекрыто. Ну, и что остается думать? Ну, все, значит. И вот я поехал через Белоруссию прямым ходом в Минск, в Брест. В Белоруссию я въехал совершенно спокойно. То есть, русских пограничников вообще не было. То есть, мы даже и не поняли, что мы в Белоруссию въехали, когда стали приходить смс-ки о том, что роуминг включился. Только тогда я стал замечать, что появились надписи на белорусском языке. Ну, они такими же русскими буквами. Знаете, ну, было потешно. Я дочери говорю, смотри, с ошибками пишут. Продукты через букву А. После Ч, после Ш, И у них есть такие названия. Ну, я сейчас, я просто это, ну, скажем так, добрый юмор к белорусам. Ребят, если кто-то из белорусов здесь слушает, не воспринимайте это как упрек или какой-то сарказм, роню, не дай бог. Просто, ну, было для меня это немножко неожиданно и весело. Ну, так ладно. Доехали до Бреста. В Бресте мы подъехали на границе ровно 40 минут. Единственное, что меня попросили, я был с ребенком, со мной не было жены. Жена тоже там вылетала. Свидетельство о рождении на ребенка. Никаких документов, что там кто-то там разрешает. Ну, жены со мной не было, да. И кто-то подумает, нужно согласие на выезд. Если вы законный представитель, то есть я отец, да, у меня никакого согласия не посмотрели, не спросили, просто посмотрели свидетельство о рождении. И все. И мы совершенно спокойно вылетели. Я бы мог даже, конечно, вам сейчас здесь заскриншотить паспорт свой, показать отметки о выезде, и вы бы это увидели. Но поверьте мне на слово, просто лень делать с этим паспортом. Возьму, я знаю, что те, кто давно на моем канале, уже давно мне верят. И, ну уж тем более, зачем мне врать. И самое главное, цель этого ролика не рассказать, как я выехал. Ну, это второстепенно, хотя и важно, что можно через Белоруссию, как говорят, через Белочку выскочить. Тут другое, то, что можно узнать, есть ли у вас ограничения или нет. Это намного комфортнее вы себя будете чувствовать, если будете знать, что у вас нет ограничения, и спокойно, если вам надо, за границу поедете. В всяком случае, здесь на YouTube я еще не нашел ни одного ролика, рассказывающего, как это сделать. Вот, пожалуйста, презентую вам. Надеюсь, в числе первых. Распространите как можно больше эту информацию, лайкайте, пишите комментарии, потому что это действительно дает активность определенную. YouTube видит и предлагает другим пользователям. Но, помимо этого, знаете, наш контент, какой у нас на канале, это многим, в общем-то, поможет и в других жизненных ситуациях. Поэтому, я вот как есть вам рассказываю, кстати говоря, в Пулково говорят, раньше как было, что и в Москве, вот мой знакомый, много знакомых, которые в Таиланде, мне эту ситуацию про Белоруссию рассказал, он говорит, что если вы через Москву, через Апор, там, аэропорт вылетаешь, там, Шерементьево, Домодедово, Внуково, там отдельный проход для вылетающих в Белоруссию. И там по русскому паспорту вы проходите. Ну, у меня, мне сейчас сказали, что в Пулково, а теперь в Санкт-Петербурге, даже для полета в Белоруссию, все равно вы проходите через погран... самый барьер, через пограничников-таможенников. Ну, не знаю, не знаю здесь в аэропорту, как это все происходит с точностью, с вероятной точностью, но границу мы пересекли совершенно спокойно. Я говорю еще раз, мы ехали, нас остановили там какой-то участок с платной дорогой, мы заплатили 220 рублей, нам открыли шлагбаум, после шлагбаума к нам подошел какой-то мужчина. Я вообще подумал, что это типа охранник там, ну, вот он одет, оказалось, это человек был уже белорусский военный пограничник, а русских вообще не было русских военных пограничников. просто так подошел, я ему веером показал, вот, говорю, вот у нас три человека, дочерей свой паспорт показал, и свой. Причем свой я русский показал, паспорт не заграничный. Он единственный мой паспорт только открыл, посмотрел, что я гражданин России, отдал честь, и мы поехали. Я думал, что это, ну, какая-нибудь, какой-то участок платной дороги, кстати, хокма 220 рублей, платная дорога, дорога только хуже стала. Ну, ладно, это уже. В общем, вот так мы въехали в Белоруссию, ну, въехали в Белоруссию, считаю, что выехали из России. Ну, а дальше уже, я вам говорю, Минск-Брест, и мы в Польше. За 40 минут мы Брестскую границу прошли, и в Польше оказались. Единственный момент, не нужно забывать, что если вы въезжаете через Белоруссию за границу, у вас есть ограничения, и вы въезжаете через Белоруссию, то и выезжаете, выезд тоже планируете через Белоруссию. Дело в том, что если вы будете возвращаться обратно обычным, привычным путем, пускай даже более удобным, чем через Белоруссию, что может произойти? Пограничники, да, видят, что у вас ограничения. То есть, они конкретно не будут вот прям сидеть, но вот какой-нибудь попадется, упертый, проверит, да, вот увидит штамп, что вы выехали через Белоруссию, а въезжаете обратно через, допустим, другую страну, где нужно проходить пограничный российский контроль. Может заморочиться, посмотреть, увидеть, что у вас ограничения, и имеют право изъять у вас паспорт заграничный на хранение. Ну, просто изъять. Есть такая, значит, практика, я слышал, не знаю лично людей, но слышал, меня предупреждали, что лучше сделать вот так вот. Но это, я думаю, не сложно. Ну, вот на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как я уже говорил, делитесь обязательно этим роликом. Ссылочку копируйте, отдавайте всем знакомым. Я думаю, даже уместно это на WhatsApp где-то выбросить. Ну, естественно, по соцсетям распространяете. Я думаю, что это очень важная информация. Ну, и, конечно же, счастья, здоровья вам и финансового благополучия вам и вашим близким. Кому нужна юридическая защита, www.lam.ru Ссылочка на сайт есть в описании любого ролика. Там видео-презентация «Как не платить кредит закона». Алгоритм работы и стоимость услуг специалистов компании «Алям». С вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании «Алям». Всего вам доброго, друзья. Спасибо.